Депутаты совета района провели 55-ю сессию, на которой рассмотрели ряд вопросов и подвели итоги прошедшего года. Полицейский Дед Мороз побывал в реабилитационном центре «Радуга». Малышей поздравили члены общественного совета при отделе МВД. Смех и веселье – хорошее лекарство. В детском отделении ЦРБ состоялся новогодний праздник в рамке краевой благотворительной акции. Депутаты совета района подвели итоги года. В четверг состоялась 55-я сессия. На повестку были вынесены вопросы социально-экономического развития за прошедший период и до 2016 года. Тему продолжит Людмила Никонова. Информацию о выполнении индикативного плана социально-экономического развития района за 2012, а также план развития территории на 2014 и плановый период до 2016 года предоставила заместитель главы района Галина Цимбал. «Согласно индикативному плану, в районе предполагается сохранение макроэкономической стабильности. Разработка индикативного плана основывалась на статистической отчетности предшествующих лет и истекшего периода текущего года, намерении предприятия, основных показателей предварительного прогноза развития края до 2016 года, индексах дефляторов, которые были предложены Министерством экономического развития Российской Федерации. Все показатели социально-экономического развития, включенные в индикативный план, прошли согласование в отраслевых министерствах и департаментах Краснодарского края, одобрены Министерством экономики Краснодарского края и приняты Законодательным собранием Краснодарского края. Остановлюсь на основных показателях индикативного плана. В текущем году базовые отрасли экономики района оцениваются на уровне 25 миллиардов рублей. В 2014 году объем базовых отраслей экономики планируется довести до 27 миллиардов рублей. А уже с 2015 года ожидается 8-процентный среднегодовой экономический рост, который позволит нам в 2016 году увеличить объемы базовых отраслей экономики относительно уровня 2012 года на 30%. Наибольший рост ожидается в таких отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, потребительский рынок и транспорт. Также на заключительной сессии рассмотрелись вопросы местного бюджета 2013 года и следующих двух лет. Депутаты рассмотрели еще ряд вопросов, касающихся свободных земель, установки рекламных конструкций, говорили о выполнении краевых поручений на олимпийских объектах. Поскольку сессия юбилейная, 55-я, к тому же предновогодняя, то депутаты подвели еще итоги своей годовой работы, сказав прежде всего о взаимодействии представительной власти и исполнительной. Как вы понимаете, заключительная сессия, подводящая итог работы нашего совместного труда, депутатского корпуса и отдела в администрации, и в целом администрации муниципального объединения Лавинский рынок. Работа наша была дружная. Каждый понимал ответственность за порученное дело, за порученное участие работы. И с моей точки зрения, как председателя одного из комитетов, ведущего комитета, с такой ответственностью каждый подходил, понимая свое личное яд, свое личное участие в этом большом порученном деле населением. Ведь мы все избранники, дружеников города, дружеников района. Позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом, а от вашего лица поблагодарить за тесную, дружную, сплоченную работу уважаемый Александр Александрович Вас. Я всегда знаю настроение депутатского корпуса, с каким уважением депутатский корпус относится к вам. И я думаю, вы понимаете, что это то плечо, на которое всегда можно опереться, которое подставит свою руку, свои умы под те задачи, которые стоят в целом перед вами, как перед главой. А в день вашего дня рождения еще и вручиться. Александр Сачиков в ответном слове поблагодарил депутатов за совместную работу на благо развития Лобинского района. Действительно, в 2013 году муниципальным образованием достигнуты высокие показатели, о которых уже не раз говорилось на встрече с жителями. Хотел бы поблагодарить вас за ту оценку, которую вы дали отделам администрации. Я работаю депутатским корпусом уже 13 лет. И за все эти годы мы внесли вместе с вами еще много позитива, много интересных вопросов здесь рассматривается, которые дают дальше и идут в жизнь. Хотелось бы вас поблагодарить и сказать вам добрые слова за ваш патриотизм, за ваше желание работать в очень своеобразной системе депутатского корпуса. И многие из вас, пользуясь большим уважением, избираются уже по нескольку раз и как бы являются уже привычными, как бы постоянными уже членами депутатского корпуса. И вот то, что сегодня сессии проходят в такой спокойной, созидательной и творческой обстановке, это большая заслуга, прежде всего, председателей комитетов. Благодаря их вниманию, работе, подготовленности и вопросы, все проходит на должном, конструктивном уровне. Я хочу поблагодарить также и своих коллег по администрации, что они принимают также активное участие и расположены работать всегда на созидании с депутатским корпусом. Поэтому хотелось их поблагодарить за такое настроение. Ну и, конечно, впереди Новый год. Хочется поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Пожелать вам мира, добра, счастья. Как бы ни было сложно, 13-й год мы начинали достаточно очень осторожно, с очень большими опасениями. Но время очень неумолимо идет вперед. Мы заканчиваем 13-й год, как видите, под аплодисменты. Сами депутаты, оглядываясь на 2013-й, говорят о нем по-разному. Для кого-то он был удачным, как в сельском хозяйстве, а кто-то говорит о проблемах, в первую очередь финансовых. У нас в Совете депутатов сегодня работают 23 депутата, 5 комитетов. Председатели комитетов очень солидные все люди, как и все депутаты. Очень активно работал Совет депутатов. Все сессии состоялись строго по расписанию, по графику. Всегда высокая явка. Вопросы готовят все комитеты и готовят каждый депутат по своему округу. Встречи с избирателями постоянно проходят, отчеты о работе. Ну и депутатский корпус вполне справляется с своими задачами. Год был обычным. Для страны был нелегким, для экономики тоже. У нас депутатская деятельность связана с экономикой. Есть прибыль, есть доходность, есть налоги. Нет первого, отсутствует второе. Поэтому для меня успешная депутатская деятельность будет тогда увеличиться сбор и поступление налогов в бюджет. Тогда легче будет решать все вопросы. Поэтому я перед собой задачу ставлю наращивать производство, увеличивать рабочие места и желательно заработную плату. Что касается работы в депутатском корпусе, то на самом деле тоже был очень напряженный год. И что касается постоянно у нас возникали новые вызовы, жизнь сдавала. И нам приходилось по ходу дела многое менять свои деятельности. Приходилось и внеочередные проводить наши совещания и заседания под комиссией. То есть на самом деле год был очень напряженный, но очень успешный, на мой взгляд. Все, что мы делали в этом году, было на благах. жителей нашего района. Наша слаженная работа, совместная работа всех органов представительной власти и исполнительной власти на территории Лобинского района позволяет нам с каждым днем увеличивать рабочие места и снижать темпы безработицы и прогрессивно улучшать работу предприятий, которые существуют у нас на территории района. Год был, можно сказать, удачным, особенно для сельского хозяйства. Мы опять были на предистале почета наши сельскох производителей. Считаю, что если мы будем держать планку в 2014 году, то мы опять будем победителями. Для нас 2013 год для образования, сферы образования был, в принципе, в целом, можно сказать, удачным и успешным. Почему? Потому что модернизация, которая образование продолжалось в прошлые годы, она была и в текущем году. удалось получить огромное количество оборудования, провести капитальные ремонты. В школах это работало совместно с администрацией муниципального образования Лобинский район. И хотелось бы, как говорил предыдущий депутат Александр Владимирович, что необходима налоговая база. Если она в следующий год будет увеличиться, то эта модернизация будет только продолжаться. Но еще отрадно в текущем году было то, что все-таки произошло повышение зарплаты бюджетникам, во всяком случае в сфере образования. Вот, она повысилась серьезно. И это же повышение ждет нас и в следующем году. От себя лично я бы хотел поблагодарить всех депутатов, председателю, всех профильных комитетов за дружную, слаженную, плодотворную, самое главное, спокойную работу на благо наших жителей. Достаточно много решений принято. И я надеюсь, что в будущем году мы будем также трудиться. Члены общественного совета при Лобинском отделе МВД побывали в реабилитационном центре «Радуга». Они поздравили детей с предстоящими праздниками и вручили сладкие подарки. Этот визит состоялся в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», которая стартовала 24 декабря. На остров чуде нуждаются дети с такой нелегкой судьбой, как каждый из воспитанников социально-реабилитационного центра «Радуга». В такой сказочный праздник ни один ребенок не должен остаться без поздравления и подарка, утверждают полицейские. Поэтому в канун Нового года воспитанников центра пришли поздравить начальника отдела МВД по Лобинскому району и члены общественного совета. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Мы им часто уделяем внимание. Это не первый раз, который мы посещаем вместе с Общественным советом. Хочу выражать также благодарность Общественному совету, который на постоянной основе принимает участие во всех этих акциях и оказывает использовательную помощь, и детям помогает. В рамках акции «Лобинским полицейским» совместно с членом Общественного совета было приобретено 40 новогодних подарков. Их вручили детям. В свою очередь воспитанники Центра гостям подготовили новогодний сюрприз. Каждому вручили рождественский венок, сделанный своими руками. И это самый дорогой подарок, признались члены Общественного совета. Общение с детьми Оно дает колоссальную энергию и радость, и хорошее настроение. Что касается выбора детей, вы знаете традицию канун Нового года стараться отделить внимание тем детям, которые по какой-то причине его лишены или испытывают в меньшей мере. Но что касается детей Центра «Радуга», то мы видели сегодня радостных, довольных детей и сами из-за этого испытали радость, удовлетворение. Это тот случай, когда ты радуешься тому, что ты принимал участие в этой акции, в этом деле. Акция «Полицейский Дед Мороз» не разовая благотворительность, а ежегодный финал марафона добрых дел подразделений органов внутренних дел во всех регионах России, нацеленных на помощь удовлетворения, сохранения жизни и здоровья детей и профилактику преступности. В Лобинском районе продолжаются благотворительные мероприятия для детей, которые находятся на лечении в Центральной районной больнице. Вместе с главными героями праздника детей посетили представители соцзащиты, заместитель главного врача и спонсоры. Более 30 детей сегодня находятся на стационарном лечении в районной больнице. Некоторым из них Новый год предстоит встретить на больничной койке, чтобы хоть как-то скрасить их пребывание в медучреждении, для детей организовали праздничный утренник, где главными героями стали Дед Мороз и Снегурочка. Шел я к вам довольно долго, через льды, через снега, Дед Мороз я настоящий, из глухой сибирской чаще. Для маленьких пациентов они принесли целый мешок подарков и пожелали всем скорейшего выздоровления. По восторженному сиянию глаз ребят было видно, и на праздник удался. Его ждали и верили в то, что даже в больнице чудо не пройдет стороной. Здесь же детей поздравила заместитель главного врача Наталья Строкулина и пожелала всем ребятам, чтобы в новом году все были здоровы и счастливы. Когда дети больны, когда родители очень обеспокоены о состоянии здоровья своего ребенка, каждый очень волнуется, выздоровит, не выздоровит ребенок, как будет протекать заболевание. И когда мы хоть немножечко теплоты души преподносим и делаем хоть маленькие-маленькие праздники, конечно, оттаивают и дети, оттаивают мамы, и они по-другому себя начинают вести. И я думаю, что надежда на то, что ребенок завтра будет здоров, обязательно вселяется. Я думаю, что такие праздники всегда приносят только позитив и для мам, и для детей. Новогодний праздник для маленьких пациентов помогла организовать спонсор Оксана Слащева. В рамках благотворительной акции «Новый год придет в больницу» Детям, находящимся на лечении в ЦРБ, она купила сладкие наборы, а Дед Мороз и Снегурочка раздали всем подарки. Очень даже хорошо, что так делают. Деток много болеет. Мне кажется, тоже приятно, все-таки скоро праздник. Для многих детей это, наверное, важно, чтобы получить подарок. Очень приятно было, мы очень рады, что первый Новый год дочери и с Дедушкой Морозом прямо самый настоящий такой получился. Очень благодарны, спасибо. Детки получили у нас сегодня 35 человек. Подарков очень много. Те детки, которые будут поступать, мы сейчас их оставляем, эти подарки. И дети, которые будут поступать у нас еще впереди до 31-го сколько дней, каждый ребенок будет получать от спонсора, слава Богу, что у нас есть Слащева, которая преподносит нам уже второй год эти подарки. Каждый ребенок получит обязательно подарок. А сейчас с прогнозом погоды с познакомит Ирина Берякова. Я передаю слово. Ирина, какую погоду обещают синоптики 27 декабря? Небольшая облачность и без осадков такую погоду обещают синоптики 27 декабря. Это все новости на сегодня. С вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова